Всем привет, друзья! Меня зовут Брэйн, а если вы смотрите это видео, значит попали на прохождение игры Heavy Rain. Heavy Rain у нас является эксклюзивом на PlayStation 3. Мы уже с вами, можно сказать, прошли God of War 3, мы прошли The Last of Us, и теперь самое время взяться уже за третий эксклюзивщик из приобретенных мной вместе с приставкой. Так, новая история. Игрушка полностью на русском языке. Вообще, что диалоги, что, ну, можно сказать, полная локализация, чтобы погрузиться с головой в происходящее. Игра серьезная. Петра сядет, мы тут вряд ли будем, хотя, я думаю, моменты в игре будут, где можно будет улыбнуться, несмотря на то, что будет происходить в игре, несмотря на ряд определенных событий. Так, у нас можно продолжить. Я уже, когда купил консольку, я тестировал, смотрел, что как тут работает. Значит, все вроде бы нормально настроено. Нажимаем новая история и новая игра. Так, поехали. Heavy Rain на ваших экранах. Heavy Rain разработала... Кто у нас там разработал Heavy Rain? Quantic Dreams, конечно же. Мы ждем, скоро должна выйти еще одна игрушка от этих замечательных разработчиков. А прежде они нас порадовали еще Фаренгейтом, прохождение которого вы можете посмотреть также на канале. Оно доступно, я думаю, по плейлистам вы сможете найти. Игры делает просто зажибенские. Играть очень интересно. Интерактивное кино — это определенный такой жанр, который занял свое место в игровой индустрии. Много почитателей, много ненавистников. Но я люблю подобные игры. Они интересны в первую очередь увлекательным геймплеем и, конечно же, неповторимым сюжетом. Ну что, ребята, это наш главный герой. Будем сейчас знакомиться, смотреть, кто он, что он. И пытаться вникнуть в его историю, происходящее. Конечно же, все хорошо. День начинается, наверное, с улыбки. Но мне кажется, что тут улыбаться нам не особо придется. Для управления персонажем выполняйте указанные движения правым джойстиком. Хорошо. Подняться. Управление возможно еще с помощью PlayStation Move. Но, к сожалению, у меня его нет. Попробуйте медленнее, чтобы лучше освоить контроль скорости. Вот. Так. Ну, вроде бы по фейсу все нормально. Ни ханыга, ни алкоголик. Живет вроде бы в современном доме. То есть явно вкус есть. Нажмите R2, чтобы идти. Используйте левый джойстик, чтобы изменить. Ага, вот оно как. Хорошо. Вот такой вот у нас управленец. Можно выйти, например, на веранду. Посмотреть, что у нас там. Ну, солнечный день. Птички поют. Все прекрасно. Я бы даже сказал, все просто найсово. Давайте посмотрим. Вот такой вот у нас интерактивчик. Так, приятно, да? В одних труселях выйти на свою собственную веранду. Ах, да, надо же хозяйство проветрить. Видите, даже залывался. Может быть, услышал меня. Как мы видим, соседей, походу, поблизости нигде нет. Это, наверное, с одной стороны хорошо, но с другой, наверное, как-то скучно. Так, тут тоже можно постоять. Вы можете выбирать любую позицию, в принципе. Детская площадка. Это говорит о том, что у нашего главного героя явно есть дети. Пока что мы их не видели. Так что надо просто, видимо, лучше походить, посмотреть, что нам делать. Так, ладно. Можно идти медленно. А, нет, это не имеет значения такое. А, нет, имеет. Как мы нажимаем R2, например, сильно нажать, будем идти вот так. Если нажать немножко, то он, естественно, и ходит как непонятно кто. Так, фотография. Ну, это, судя по всему, мы, видимо, и наша жена. Да, сразу по мимике на лице можно было понять, что воспоминания очень даже хорошие. Так, ну что, открываем шкаф. Давайте посмотрим, что у нас тут. Очень сильно напоминает Фаренгейт. Примерно так же все происходит. Нажимая у держава L2, вы можете услышать, о чем думает ваш персонаж. О чем же ты думаешь? Душь, душь, душь. Душь, а я думал, там телочки, видеоигры и пиво. Нет, душ так душ. Сначала приму душ и оденусь, а потом спущусь. Это вполне нормальная практика. Проснулись, приняли душ и чувствуешь себя заново родившимся. Так, для управления, ну это понятно. Давайте посмотрим, что там такое. Ушла за покупками. Заберу детей из школы. Вернемся к обеду. Займусь подготовкой ко дню рождения Джейсона. Не работай слишком много. Люблю тебя. Люблю тебя. Главное не работать слишком много. Какая заботливая у нас жена. Если мы не будем работать слишком много, то будем жить не в таком красивом домике, а в какой-нибудь конурке. Где-нибудь в отеле. Так, открываем. Ну, ее забота определенно оправдана. Так, давайте посмотрим. О, твиттер. Я назову тебя твиттер. Ты как раз подходишь по виду внешнему. Чирикай по-русски, ёпта. Так, хорошо. Чирикалку мы оставим. Так, он сказал, что надо принять душ. Давайте зайдем тогда в ванную. Сделаем свое грязное дело. Так. Ну, после душа наше дело уже не будет грязным. Так что... Хм. Неплохо, друг мой. Неплохо. Как насчет зубы почистить? Чудесно. Быстро двигайте весь контроллер движений в указанном направлении. Двигай, 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 двигай. Лишь бы не сломать тебя. Двигай, геймпадик, дуал шок. Так, а теперь получается надо вот так. Вы, давай, давай, твою мать. Со стороны это довольно забавно выглядит. Брэйн, что ты делаешь? Господи. Я всего лишь чищу зубы нашему игровому персонажу. Так, ладно. Слушайте, неплохая разминка для рук, кстати. Так, потрясти геймпад туда-сюда. Обратно, о боже, как приятно. О, давай побрей себя. Отлично. Отлично. Боже, какая вибрация. Как хорошо. О, да, детка, да. О, подождите, у нас же игра идет точно. Так, еще разочек. Вот, отлично. Побрился, молодец. Теперь хоть похож на нормального человека. Так, следующее, что мы сделаем, конечно же, примем душ. Так, давайте смотреть. Вроде бы душ у нас тут. Оглядите, чтобы посмотреть, какие действия вы можете совершить. Используйте левый джойстик, чтобы посмотреть на душ. Окейушки. Так. Ммм. Найсовый душ, кстати. Обычно в душе должна быть шторка. Класс. Жопа главного героя. Сейчас мы просто видим жопу главного героя, а я так понимаю, дальше по игре мы окажемся в той самой заднице. Ну что ж, друг, принимай душ пока можно. Принимай. Так, быстро двигайте, хорошо. Давайте быстро подвигаем. Да ладно тебе, нюрд. Сейчас еще раз. Давай, 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 давай. Отлично. Влево-право, 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 влево-право. Войду, войду. Молодец. Вроде бы все вытер. Такое ощущение, что я лично там находился и вытирал его там. Теперь такое чувство. Так, выходим. Нажмите, ладин, чтобы изменить ракурс камеры. О, смотрите, как хорошо можно менять ракурс. Очень даже забавно. Что у нас в этой комнатушке? О, сыральник, отлично. Надо освежиться. Как же утром и не сходить в туалет? Это же святое. Боже, у него столько туалетной бумаги, я боюсь спросить, зачем так много? Обычно у нормальных людей один рулон, а это все прячут. Но у него тут нет ни полочек, ничего, так что неудивительно. Все. Золотой дождь закончился. Давайте смотреть, что тут еще интересного у нас есть. Так, что у нас тут? Хм, интересно. Это, походу, комната наших детей. Что это за херь такая? Так. Хм, интересно. Для выполнения действий, требующих высокой точности и аккуратности, нажимайте на указанную кнопку, как только она появится. Хорошо. Вот такая вот игра. Я всегда пытался так научиться, но что-то с концентрацией у меня не всегда получалось. Но вот ее детство я очень любил. Так, можно еще раз попробовать? Давайте попробуем. Нам дается определенное время. Если вы не успели нажать, это уже ваши проблемы. То есть цепочка логических действий прервется. Там на улице, кстати, ходили люди. Можно было заметить. Ладушки. Так, что у нас тут еще есть? Я помню, в детстве называл это фиг вам. Я еще думал, почему взрослые все смеялись? Ну-ну. Теперь понятно. Так, деток нету. Ладушки, давайте тогда. А о чем ты думаешь? Проснуться. Одежда. Одежда, точняк. Мы же помылись, можно как раз и одеться. Давай, дружок. Отворачивайся. И пошли одеваться. Теперь, я думаю, можно без проблем. Так, что-то как-то неуправляемый. Надо привыкать. Специфическое управление. Надо просто время, чтобы привыкнуть. Все. Теперь можно приодеться. И спускаться на нижний этаж. Смотреть, что там такое. Судя по всему, из записки, которую мы подняли возле двери, жена должна скоро приехать. Поэтому надо успеть поработать. До приезда. Так. Давай. О, теперь типичный американец. Они особенно так любят одеваться. Вот сразу видно, да? Русский парень, я думаю, так бы не оделся. В одних трусах бы пошел и начал бы работать. Офиг ли там. Вот. Ой, как ярко. Как хорошо. Практически такая же температура. И такое же жаркое состояние у меня тоже за окном. А мысли персонажа... Давайте еще раз. Я буду запоминать управление. Пока привыкнем. Работа и сад. Ну, давай выйдем. Посмотрим, что там у нас в саду. Вроде бы все хорошо. Дети играют. Люди в обнимочку ходят. Кто-то играет со своими детьми. Все на первый взгляд хорошо. Так. Жены нету. Значит, надо поработать. Надо поработать. А где у нас... А что он хочет? Давайте смотреть. Сад и работа. Сад и работа. Друг, у тебя, наверное, должен быть какой-то кабинет, где ты работаешь. И мы заодно посмотрим, кем ты работаешь. Потому что не у каждого, кто зарабатывает денежки, может быть такой вот домик. То есть явно какой-то бизнесмен, наверное. Сейчас посмотрим. Мазон включим. Ммм, неплохо. Туч-туч-туч-туч-туч-туч-туч. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Все будет хорошо. О! А, чертежи. Значит, ты у нас этот архитектор, видимо, да? Хорошо. Вот наше рабочее место. Давай-ка присядем. Пока Жаннушка не приехала, мы с тобой немножко поработаем. Ну, архитекторы в Штатах зарабатывают довольно неплохо. То есть это нормально. Неудивительно, что у него дом такой модный, дизайнерский, да? Такой стильный. Так, делали линию. Надеюсь, что я делаю все правильно. А он от руки, смотрите, как это все грамотно делает. Так. Как я уже говорил, игрушка психологический триллер. Игрушка серьезная, которую нужно вникать, нужно все понимать происходящее. Тут много главных героев будет. Я вам заранее говорю. Я не проходил ее. Я видел несколько роликов и просто имею представление об этой игре. И мне так же, как и вам, интересно узнать, что тут дальше будет. Так. Да, на самом деле я вот не умею рисовать, но мне всегда... Я вот как-то с завистью относился к людям, которые реально умеют хорошо рисовать. Я им по-хорошему завидую, потому что, к сожалению, не научился. Я думаю, что рисовать это от Бога. Именно хорошо рисовать. Не просто какие-то каляки-маляки. Так. Давай, 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 давай. Просто держим. L1. Держим. Комбинация, видите. Из нескольких кнопок. Вот. Отлично. Так. Слушайте, мы практически нарисовали проекцию нашего с вами дома. Ну, похоже очень сильно. Так. Три сразу зажимать. У нас, по-моему, такое еще в готоворе было. Там тоже была головоломка. Надо было зажимать сразу несколько. Ну что, рисуем дальше. Не получилось, наверное, что для выполнения действий, требующих сил и быть реакцией... Давай, 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 давай. Просто надо затереть. Что-то где-то не пошло не так. Катышки убираем. Так, тут тоже. Так, тихо, братка. Еще раз. Давай, 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 давай. Давай, вот, с броняшкой ты не такие проекты будешь делать. Я в Майнкрафте вообще бог просто. Я там так рисую, такие-то не рисую. Я там такие дома делаю. Мамой клянусь, какие дома там хорошие делаю, слыши. Так. Ну что, хороший дом. Всем кагалом будем жить. Так. Давайте еще порисуем. Боже мой, лишь бы геймпад не сломать. А может, как-то жалко 50-60 баксов или сколько он там стоит отдавать. Слушайте, у меня уже трещать начинает. Твою мать. С такими играми я не удивлюсь, если он скоро сломается. Так, ну что, дружище, вроде бы все хорошо. Да, с одной стороны. Берем дальше. R1, да? Давай. Рисуй. Угу. Даже так. Поставили подпись. Работа идет хорошо. Понедельнику закончу. Смотрите, довольный ублюдок. Довольный сукин сын, да? С броняшей ты не такие дела будешь совершить. Все, ребят, идем дальше смотреть, чего у нас тут еще есть в этом клондайке просто самым настоящим. Так, поработали. Теперь можно и пожрать. Так, что у нас есть в холодильнике? То есть я буду вести монолог именно так, как бы я, например, был бы на месте этого главного героя. Я поработал, и сейчас я хочу утолить голод и жажду. Так, что бананы? Отлично. Судя по обилию пищи, мы ждем жену с ребенком. Насколько я понял, у ребенка будет день рождения. Поэтому столько яств заморских, столько разный вкусняш. Так. Хм. Вроде бы все хорошо. Ничего полезного нету, да? Давай холодильничек откроем, посмотрим, чего у нас тут. Так. О, сок. Найс. Апельсиновый сок. Не самое полезное, конечно, но надо взболтнуть, потому что апельсиновый сок имеет осадок, если это хороший апельсиновый сок. И аккуратненько его пью. Давай. Давай, 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 давай. Доп, 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 доп. А там какая-то машина проехала. Вот, Джейсон. Судя по всему, нашего сына зовут Джейсон. Ну, кровати мы видели две, значит, и детей, соответственно, двое тоже. Что ты еще хочешь? Сад и работа. Мы уже работали. Все нормально. Отличная погода. Самый раз для работы в саду. Ну, давай. Пойдем в садик. Теперь главное понять, как нам выйти в это. А подожди, можно еще ТВ посмотреть. Я там видел. Вроде бы можно было посмотреть. Машинка на пульте управления. Я помню, в детстве тоже докануло родители. Купите, 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 купите. Каждый ребенок, и даже взрослый, любит машинки на пульте управления. На радиоуправлении, точнее. Они есть и дешевые, есть и дорогие, есть с камерами, есть без камер. То есть сейчас технологии шагнули хорошо вперед, поэтому такие вот игрушки зачастую могут покупать взрослые, якобы под видом для ребенка. Дорогая, я куплю его для ребенка. На самом деле, они не пренебрегают тем, чтобы самим поиграться. Так что это какие-то книги. Посмотрим. Интересно. Молодец, что читает и как-то себя развивает. Творчески. На самом деле, архитекторы, в самом деле, творческая профессия. Что бы кто ни говорил. Ах ты насастенький. Давай, клади ее обратно. Пойдем дальше смотреть. Твою обитель. Так, что еще? Тут вроде бы пульт. Я там видел с пультом, что-то можно было сделать. Давай. Двенадцать смелых ребят на проекте Дон-2. Было бы круто, кстати. Так, что там еще? Пека. Можно за Пека сесть. Давайте посмотрим. Или это не компьютер? Скорее всего. О, там кто-то едет, смотрите. Так, это наши? Нет? Черт, я уже подумал, что это жена приехала. Так, что-то еще есть у нас. Музыку мы с вами уже слушали. В сад выйти? Можно выйти в сад. Надо только посмотреть, как туда выходить. Вроде бы здесь можно. Давай побыстрее. Пока не приехали. Во, выходим. Посмотрим, что там у нас. О, как хорошо и просторно. Смотрите. Зеленая лужайка. Я не удивлюсь, если он нанимает садовника. О, чудесно. Жена приехала. Мы вышли во двор. Уже оказались внутри. Папа, ты меня с ног собьешь. Сегодня важный день, а? Я теперь взрослый. Десять лет еще не совсем взрослый, но уже почти. Ну, я могу сесть за руль. Боюсь, с этим придется чуток подождать. Итан, не возьмешь сумки? О. Я иду. Значит, нашего главного героя зовут Итан. Окей-ушке. Теперь мы хоть знаем, как его зовут. Нажмите, удерживайте. Значит, надо нажать некую последовательность из кнопок, чтобы все было найсово. Видите, нажимаем одновременно две и крестик, квадратик. А с одной стороны неплохо, но с другой надо немножко привыкнуть. Они с самого утра как бешеные. Я с ними еле справилась в супермаркете. А как ты? Удалось поработать? А, так, работа. Давай. Еще как удалось. Осталось обдумать пару деталей, и можно демонстрировать чертежи клиенту. У меня тысяча срочных дел. Как успеть до прихода друзей Джейсона? Можешь помочь мне? Достань десертные тарелки из шкафа в гостиной. Окей-ушке. Так, значит, окей. Давай. Конечно. С радостью. Конечно. Видите, какой послушный муж. Делает все, что говорит жена. Так, значит, в гостиной у нас должен быть шкаф. Где-то у нас тут шкафчик. Вот шкаф. Ну, это книжный шкаф, наверное. А, должен быть еще один. Эй, Итан. Я же попросила достать тариф. А, наверное, вот это. Я забыл. Броняш, что-то ты куда-то не туда пошел. Ага, вот он где находится. Твою мать. Ну, зашкирили так, зашкирили. Сейчас найдем, где это находится. Ага, вот тут вот. Ну, ребят, дом-то мы его не знаем, поэтому неудивительно, что мы тут ходим и ищем что-то. Так, открывай. Дверца вечно заедает. Дерни как следует. Передерни как следует, Итан. Все будет хорошо. Ведь он сам это сделал. Я даже, в принципе, ничего такого не мудрил. Так, тарелочки. Сервис подарила мама. Не разбей, ладно? Спокойно. Меньше всего. Я хотел бы поссориться с твоей мамой. Ну, естественно, надо все это дело расставить. Так. И тебе, порцайка. И тебе порция тоже достанется. Я так понимаю, что друзей, видимо, не очень много. У одного из наших детей. Ну, что ж. Тем не менее, не в количестве дела, а в качестве. Так, давайте возвращаться тогда. Это дело мы расставили. Чем помочь тебе еще, дорогая? Скажи нам. Так. Ну, я слушаю. Ммм. Итан. Итан, шалунишка. Не помогу, как ты сегодня, миссис Марс. Но вы очень хороши собой. Да и вы ничего, мистер Марс. О. Тем-тем, давай. С языком, давай по-французски. О-ля-ля. Отлично. Неплохая идея, Итан. Только момент неподходящий. Жаль. Я должна заняться праздником. Вернемся к этому разговору вечером. Хорошо. Так, друзья, подарок. Давайте про подарок спросим. Чем тебе помочь? Ничем. Осталось немножко. Хорошо. Ты купила подарок Джейсону? Да, я с утра заскочила в магазин. Нам повезло, я взяла последнюю. Во сколько придут ребята? Около двух часов. Боже, надеюсь, я сумею помешать им разнести весь дом. Как в том году. Ну и последнее спросим про Джейсона. Джейсон доволен? Да. Неужели ему исполнилось десять? Ах, кажется, совсем недавно мы флиртовали в школе. Ох, мы стареем, Итан. Так, ну что, ребят, давайте смотреть дальше. А, два часа. Сколько там времени-то осталось? Фиг его поймешь. Так, малые побежали наверх, да, наверное? Давайте тоже поднимемся, посмотрим. И так, тихо, 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 тихо. Так вот. Зайдем наверх. Пообщаемся с нашими сыновьями. Разузнаем, готовы они ли отмечать, как настроение. Ну и так далее. Так, насколько я помню, комната вроде бы вот тут вот, да. Вот так вот назад. Так, малышни нету. Угу. Значит, они во дворе, видимо, играются. У нас, насколько я помню, насколько мы с вами видели, есть своя детская площадка. Ну, естественно, два ребенка, частный дом. А почему бы не построить или не купить для детей какой-нибудь свой уголок, где они могли бы развлекаться? Это вполне себе правильно. Не дома же им сидеть, да, в четырех стенах? Хотя в таком доме можно идти, где поиграться. Так, я уже, в принципе, более-менее освоил дом, что где находится. Так что идем во двор. Чудесно. Ну, выходи. Твою ж мать. С чем проблема? А, да, мы закрыли. Мы же когда первый раз выходили, получается, что, ну, стеклянные двери, они такие. Ну вот, свободен, как ветер. Эй, пять минут, не больше. Потом пора за стол, твои друзья вот-вот прибут. Ладно, сейчас придем, мам. Кто будет первым? Меня. Нет, я первым. Тише, дети, оба успеете. Дустик позволяет управлять. Так, либо этот, либо этот. Ну, давайте вот этого влево. Ладно, Джейсон, вертолет так вертолет. Слушайте, довольно неплохо. Так, главное, его не отпустить в самый неподходящий момент, потому что вылетит как гребанная комета. И уже будет не день рождения, а день рождения в медпункте. Или в травматологии. Так, отлично, голова кружится. Ну и давайте со вторым. Полетели, малой. Квадратик. Ладно, Джейсон, готовься. Поехали. Так, можно управлять. Слушайте, прикольно. Геймпад крутишь лево-право и управляется. Малденно. Такой интерактивчик. Так, давай не заденем ничего тут. Тихо, куда ж ты бежишь? Может быть, конечно, показаться, что немного неудобно, но приноровиться можно. Так, все, отпускайся. Ну давай, пап, ты же у нас силач. Да, все твои мускулы. Цепляйся крепче. Так, давай. А, надо аккуратно. Надо нажимать все, я понял. Поднимаем. Хорошая разминка, кстати. Я особо гантели у него не видел в комнате, поэтому детишек можно и потягать. Чудесно. Найсовы. Хлопайте в ладоши. Как Максимка душит. Так, чудесно. Блин, было бы круче, если бы это были световые бичи. Тебе не уйти от меня. Тебе не уйти от меня. Время расплатный. Давай, давай, давай. Подходи ко мне, девочек. Товайся, слабак. Твой час пробил. Ха-ха. Ха-ха. Смертельное попадание. Ну все, я победитель. Давай. Вперед, вперед. Жесть какая. Хорошо, когда отец сможет так уделять время детям, играть. Потому что в Штатах у них, может, могли, наверное, видеть часто фильмы, что родители мало уделяют. Особенно отцы, во временем своим детям. А потом дети вырастают с какими-то психическими наклонениями. Тут у нас ситуация иная. То есть видно, что отец очень любит своих детей, своих мальчиков. Играется с ними. Даже если ему это не особо нравится, он не показывает особо вида. За стол, дети. Идите есть. Так, ну что. Давайте, смотрите. Вроде бы кто там уже пришел. Давайте под... Чух-чух. Эй. Стопэшка. Так, у нас какой-то глючок, видимо, был. Вот. Заходим. Так куда ж ты идешь, дружок? Не в ту сторону. Не в ту сторону, да. Управленице, конечно, надо привыкнуть будет. Иди. А, обедать просто. Сейчас приведу. Я тебя не узнал. Так, где наше место? Да иди ж ты. Вот это? Нет. А, наверное, надо руки помыть сначала. Точно. Мы же за гигиену. Давай. Да? Руки помыть? Нет. Ладно. Видимо, что-то не так. Так, смотрите. Один пацан тут, а второго пацана нету. Давайте посмотрим, что делать. Шон, да. Где он делся? Шон не за столом. Надо найти его. Точно. Шона надо найти. Ну, где он может быть? Естественно, мне кажется, на втором этаже. Я же говорю, что один пацан сидит. Приведи сюда Шона. Еда скоро остынет. Сейчас приведем. Что-то он ушел. Может быть, обиделся, что мы Джейсону уделили больше внимания. О, смотрите, малой. Шон? Ты что? Это Мерлин. Он умер. И во всем я виноват. Ну что ты, Шон? Конечно, в этом нет твоей вины. Я бы все отдал, чтобы он снова ушел. Знаешь, Шон, есть вещи, которые просто случаются. Как бы ты ни старался. Так нечестно, папа. Нечестно. Конечно. Блин, жалко чириколку. Умер наш твиттер. Печалька. У меня тоже в детстве была канарейка. Я помню, когда котенок перевернул клетку, как раз тоже канарейчика погибла. Я тоже, помню, плакал. Тогда он был маленький. Правда, по-моему, какой там первый или третий класс ходил. Так что Шона можно было вполне понять. Как мы видим, они отправились в какой-то торговый центр погулять. То есть у них это нормальный отдых. Считается пойти погулять по магазинам или просто отдохнуть в торговом центре в выходной день. Там много разных мероприятий. Плюс еще мамка может пойти, там скидки наверняка есть. Можно пойти затарить, пошопиться. Так, ну что, ребят. Мы с вами довольно много уже играем. Мы остались с Шоном, да? А, нет, не шо, это Джейсон. А с мамой пошел наш Шон. Хорошо. Чудесно. Так, ну что, ребятки. Я думаю, мы тут сделаем перерывчик. Это была первая наша ознакомительная серия. Кстати, вон, братюнька наш... Братюнька. Сын наш уходит. Надо будет идти словить его. С вами был Брейн. Это Heavy Rain. Мы будем проходить дальше. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всем пока-пока.